Дорогой дачник, сегодня у нас 22 сентября 2018 года, ну и вот мы с супругой приехали, ну и она сдергнула картошку. В общем, как я и обещал в прошлом году, в этом году здесь росла, ну как сказать, не фиолетовая картошка, а такая розовая, или темно-розовая, или темно-фиолетовая, ну немножко так. Вот смотрите, вот эта делянка без почвы, здесь вместо почвы песок. Ну так, ну как сказать, нормально получилось, вот на одном кустике, наверное, на супругу считал 28 штук, ну а так, ну нормально, да? Так. Вот эта делянка, она тоже без почвы, здесь глина чистая. Ну тоже так, неплохо получилось. Ну видите, это самые разные кустики, где вот, сколько там, 3, 7 штук мелковатые. Ну и это вот, мелковатые, ну а так, ну нормально, нормально. А это вот, в этой делянке наша почва супесчаная. Ну, ну тоже вроде нормально, да? Не особо так ахальные. Ну на еду пойдут, на семена отберу я тоже. И брат просил, я и брату отберу, ну может быть ведерко, ну так скажем, на развод, не знаю. Сейчас пойдемте с вами посмотрим. Последняя картофельная делянка, это она у нас. Вот она. Ну тут картошка. А, ну здесь тоже неплохо. Ну вот единственная одна. А, вот два куска, видите, вот этот. Ну и вот этот. Где две картофеля. Ну вот так остальные. Вот видите, супруга горочкой положила. Если бы она разложила в растил, ну была бы заполнена вся делянка. В этой делянке нет ни песка, ни глины, ни почвы. Здесь внизу просто лежат доски. Вот теперь вы мне скажите, нужна ли почва для картошки. Если она и на досках, в мульче растет, великолепно. Я понимаю, что вот этот способ не перенести на фермерское поле, там, на совхозное поле. Ну как раньше у нас были совхозы, колхозы. Я все понимаю. Ну, для вот дачного и приусадебного хозяйства вообще великолепный способ. Вообще. И состав почвы грунта абсолютно не имеет никакого значения. Сама картошка растет в мульче. Не в почве, а в мульче. Ну, у нас в этом году немножко засушливый сезон был. Но я так изредка поливал. Вот эта делянка находится на две трети дачного участка, где я и поливал, и опрыскивал грибным настоем. Ну, результат вот, видите, да? Вот. А вот эти три делянки здесь и поливалось, и опрыскивалось эликсиром. Ну, вот, чтобы вам немножко все захватить, да? Вот эти три делянки. Ну, как видите, грибной настоем, ну, немножко получше он. Действует. Каким образом, я понятия не имею. Ну, результат сам показывает, что грибной настоем на картошке, ну, действует немножко получше, чем эликсир. Хотя, если посчитать там все картошины, там, взвесить, там, вёдра положить, посмотреть объём, я этого делать не буду. Я вот так на глаз, ну, для себя определил. Хотя это не окончательный вердикт, потому что по одному году сказать, что грибной настои вообще идеальны для картошки, а эликсир уступает немножко. Я так не могу. Они оба настоя хорошие, ну, и использовать можно и тот, и тот. В общем, так. А лучше вообще, знаете как, лучше попробовать сначала опрыскать эликсиром или грибным настоем, а потом наоборот. Ну, то есть, если бы сначала эликсиром и полили, и опрыскали, а потом можно грибным настоем, а потом опять эликсиром, а потом грибным настоем. Вот. Ну, и я имею в виду, если несколько раз и поливать, и опрыскивать. И в течение двух, трёх, четырёх лет сопоставить все результаты, а потом уже на основании этих результатов за три-четыре года можно сделать выводы. А так, вот, на сегодня, пожалуйста, смотрите. Всё. На связи был Сергей Дяков. Сегодня, напомню, 22 сентября 2018 года. Всё, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!